Волосы Но когда я к вам ехала, я заметила такую тенденцию, что молодые девушки с красивыми волосами предпочитают ходить без головных уборов. То есть это уже первый фактор. То есть головные уборы это обязательно? Очень желательно. Почему? Потому что сужаются сосуды, а как правило на выпадение волос влияет у нас кровообращение. Поэтому для того, чтобы волосы были крепкими, более здоровыми, нужно защитить их. Прежде всего головным убором в морозное время. Каким должен быть оптимальный головной убор для волос, чтобы не вредить им, а только чтобы голова дышала, чтобы все было хорошо? Ну, наверное, это все-таки натуральные нити. Это шерсть, это какие-то, может быть, мех. Это то, что полезно, скажем так. Ну, полушерсть. Но приходим уже к акрилам. Акрилы тоже сейчас более качественные. Но, конечно, нужно уже смотреть на производителя и выбирать, конечно, головной убор не стеклянный, а именно более натуральный. Многие девушки сейчас, даже если они используют головной убор, волосы оставляют на поверхности, на капюшонах, на пальто, на шубках. Насколько это негативно? Или то, что концы на улице, это не страшно? Ну, вы знаете, как бы концы на улице, может, и не так страшно. Это больше всего влияет на то, что волосы методом трения, а меховые воротники, капюшоны, они электризуются. Это, наверное, женщины тоже замечают, когда они снимают головной убор, а волосы раз, как антенки, и поднялись кверху. Значит, здесь есть тоже такие препараты, такие средства, которые помогают избавиться от этого электрического, антистатический эффект. Можете поделиться с нами секретами, как избавиться от электризации волос? Потому что даже у меня такая проблема есть. Ну, вы знаете, как бы секретов таких, в домашнем нашем обиходе, таких средств особо нет. Поэтому в любом случае нужно прибегнуть к компаниям, которые работают на рынке волос. У них есть формулы, у них есть секреты. Но эти средства должны быть очень легкими. Это должны быть аэрозоли, которые, распыляясь очень-очень мелкой такой структуркой, да, они не утяжеляют, они не грязнят, они вот именно снимают антистатический эффект, еще и придают блеск волосам. Это сейчас есть. Головные уборы заставляют нашу кожу больше вырабатывать кожного жира, и из-за этого волосы быстрее грязнятся. Как с этим бороться? Ну, смотрите, у каждого вообще индивидуальная, скажем так, реакция на все, да, у каждого кожа головы имеет свои там PH-балансы и так далее. Это сухая кожа головы, да, как бы жирная кожа головы, бывает раздраженная кожа головы. Это уже тоже нужно смотреть и нужно все-таки обращаться к специальным уже препаратам. Почему? Потому что действительно сейчас вода-фактор, мороз-фактор, головной убор-фактор. В общем, еще, наверное, можно там загибать пальцы, да. Поэтому все-таки в домашних условиях, раньше, может, наши бабушки мыли дождевой водой и яйцом, и волосы блестели, были шелковистыми и прекрасными, то сейчас мы этого сделать с вами совершенно не можем, из-за окружающей среды, из-за того, что сейчас уже как бы и в природе не такие процессы. Поэтому прибегаем мы все-таки к профессиональным компаниям, которые помогают нам избавиться от тех или иных проблем. Единственное, что нужно сказать, смотрите, обладательницам роскошных волос, да, волосы длинные, сухие, а кожа головы жирная, значит, нужно пользоваться шампунем для подсушивания, да, а на длину волос увлажнениями. То есть здесь нужны даже два компонента из разной принадлежности, с разным направлением. То есть на это тоже нужно обратить внимание, потому что если вы будете брать на увлажнение, вы будете жирнить корни, то есть вам нужно увлажнять концы. А если мы будем сушить корни, то мы высушим концы волос. Да, высушите концы волос, поэтому на это нужно обратить особое внимание, что два компонента для мытья головы и ухода должны быть из разной серии. Большинство из нас знает, что к осени волосы выпадают, начинается авитаминоз, и вот сейчас, когда вроде бы этот авитаминоз уже должен пройти, мы сталкиваемся с тем, что негативные факторы, которые влияют на нашу кожу головы, на наши волосы, еще хуже усугубляют эту ситуацию. Как с этим бороться? Вы знаете, здесь уже, наверное, нужно еще посмотреть на витаминные какие-то комплексы. Нужно подойти к этому более как бы так серьезно и пропить, возможно, там витамины с макро-микроэлементами. Но здесь, наверное, такого для всех рецепта нет, поэтому лучше, наверное, обратиться к врачу. Можно там сдать анализ крови при каких-то там особых случаях. И недостатка витаминов, но пополнить теми витаминами, которые вам нужны. А вот по поводу плойчек, утюжков, я думаю, что сейчас ни одна девушка не может обойтись без такого предмета. И если летом, весной мы с осторожностью к этому относимся, пытаемся немножко уменьшить, то я так понимаю, что осенью и зимой нужно вообще ограничить. Но вы знаете как, ограничить особо мы не можем. Почему? Потому что структура у всех разная, мы уже привыкли видеть блестящие ровные волосы, нас это устраивает. Хочется быть красивой? Обязательно. Поэтому, знаете, что нужно взять на вооружение? Во-первых, сухие помещения, сухой воздух в помещении, да, как-то поувлажнять воздух. Он уже немножечко вам волосы не так пересушит. И утюжками пользоваться только вот после мытья головы желательно, или какие-то на отдельные зоны, когда пользуются. Немножко сократить это. И плюс еще, если пользуетесь феном, лучше пользоваться не горячим воздухом, а теплым. А вот если обойтись без фена, как лучше сушить волосы? Я слышала, что даже атласными салфеточками натирают волосы, чтобы они блестели и не электризовались. Не знаю, вы знаете, о таких салфеточках не слышала. Значит, что хочу сказать. Во-первых, нужно раз и навсегда запомнить, волосы зимой мыть утром перед работой категорически нельзя. Почему? Потому что если где-то осталась влага на волосах, она на морозе тут же себя проявит. И волосы потом становятся более ломкими и более сухими. То есть это запомните. Мойте головочку или в выходной, если у вас длинные, роскошные, красивые волосы. Или перед сном. Но высушиваете полностью. То есть ложиться с мокрой головой нельзя? Не спать, не на улицу выходить очень нежелательно. Это еще летом, мы еще можем позволить себе там какой-то очень жаркий день. Возможно, походить там с мокрой головой, просохнуть естественным образом. Зимой этого делать не следует. Сейчас очень актуальны сухие шампуни. Их используют для того, чтобы не так часто мыть голову, чтобы не высушивать кожу головы. Как вы относитесь к ним зимой? Ну, как вам сказать. Уже говорит о том, что это сухой шампунь. То есть этот шампунь предназначен для того, чтобы подсушить корни. Зимой у нас как бы и так. Хватает всех тех нагрузок, которые нам подсушивают волосы. Ну, к корням как бы это может не так относиться. Но в любом случае этот сухой шампунь, он будет подсушивать. Потом одеваем головной убор. Он еще больше сушит. Он еще нам как бы больше всю эту негативную усилит среду. Поэтому, наверное, воздержаться. Что ж, я поняла, что мы не должны использовать очень часто утюжки, плойки. Мы должны сушить голову только теплым воздухом. Но вот все равно у некоторых из нас остаются секущиеся концы. Все равно волосы продолжают электризоваться. Может, есть какой-то метод, который немножко улучшит, что может наша женщина сделать дома. Даже сейчас те, кто не выходит на работу. Те, кто сегодня остается дома и хочет провести волосы в порядок. Но, вы знаете, для этого есть такой маленький секрет. Мы не пользуемся иногда и в летний период, когда мы едем на отдых на пляж, и там сушит солнце. И в зимний период, в принципе, можно прибегнуть к этому совету. Он очень простой. Мы моем голову. Мы подсушиваем волосы полотенечком, убираем влагу лишнюю. И на влажные волосы в большом количестве наносим или кондиционер, или бальзам, который у вас есть, или маску лечебную для волос, которую у вас есть дома. Единственная оговорка. Если у вас жирные корни, маску на корни не наносим. А наносим по длине волос. Стараемся так ее хорошенечко втереть. В общем, нанесли так жирненько, обильненько. Если есть такая полиэтиленовая шапочка, волосы упаковали под шапочку. Если нет, какой-нибудь светленький, беленький полиэтиленовый пакетик. Можно аккуратненько его надеть в виде шапочки. И обязательно взять теплое полотенечко. Теплое махровое полотенце. Вы такую, как себе баньку тепленькую делаете и ходите. И сколько нужно ходить с такой банькой на голове? Ну, с такой банькой на голове, ну, можно как бы и уборочку сделать. Но если в квартире как бы свежо, это вот лучше там 10-15, полчаса. Выполоскали и теплым воздухом феном просушили. И выполоскать еще можно водичкой с уксусом. Это тоже такой очень старинный рецепт, его применяли для блеска волос. То есть вот вы их увлажнили, вот вы их чуть приблистили. А сколько необходимо добавить уксуса для того, чтобы не обжечь волосы? Боже мой, совсем немножко. Вы возьмете, допустим, литр воды, на этот литр воды, там, чайную ложечку добавите, или чуть меньше, или чуть больше, это уже по вашему желанию. И сполоснуть, и волосы будут блестеть? Да, и волосы будут иметь блеск, но не переусердствовать, так вот, в разумных пределах. Как часто можно делать такую масочку? В зимний период, я думаю, что по мере надобности вы уже смотрите, какая у вас структура. Если у вас сухая структура, то, конечно, можно делать там раз в две недели. Если нормально, можно раз в месяц. Этого, наверное, будет достаточно для того, чтобы увлажнить волосы. Вы все будете чувствовать сами. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что рассказали нам, как ухаживать за своими волосами в зимний период. Я думаю, что эти советы пригодятся всем нашим телезрительницам.